Беларусь находится в группе стран с очень высоким уровнем индекса человеческого развития. Грамотность взрослого населения страны достигает без малого 100%. И здесь свою роль в первую очередь играет система образования. Однако изменения, происходящие в социально-экономической сфере, предъявляют новые требования к системе образования. И сегодня мы поговорим об уровне высшего образования на примере одного из главных вузов области и даже страны – Гродинского государственного университета имени Янки Купалы. В гостях у нас ректор Гродинского государственного университета имени Янки Купал, доктор педагогических наук Андрей Дмитриевич Король. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, разговор мы начнем буквально через несколько секунд. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Назревший разговор». Сегодня мы будем говорить о системе высшего образования. Андрей Дмитриевич, ну для начала позвольте поздравить вас с новым учебным годом. Все-таки 1 сентября за парты сядут не только школьники в школах, но и студенты. Спасибо. Я знаю, что у вас уже прошли мероприятия, когда абитуриентов посвятили в первокурсники. Каждый год вы придумываете нечто особенное. Вот в этом году какая изюминка у праздника была? Ну, я бы сказал, что изюминка, она на уровне содержания самого мероприятия, посвящения в первокурсники. И у нас уже сложилась добрая старая традиция, когда известные профессора, преподаватели университета читают такую вводную лекцию первокурсникам. В этот раз мы решили сделать традиционно, но наполнить содержанием эту лекцию с точки зрения знакомства первокурсников с университетом. И показать им вообще все многообразие форм, методов, возможности себя проявить, реализовать. Благо это отвечает миссия университета. Ну давайте тогда перейдем к более серьезному обсуждению вопросов, которые касаются в целом системы высшего образования. Вот если брать, к примеру, даже ваш ВУЗ и другие ВУЗы нашей страны, на сегодняшний момент, мне кажется, получение высшего образования доступно практически для каждого. Если абитуриент не поступил на бюджетную форму обучения, у него есть возможность поступить на платную форму обучения. Вот на ваш взгляд, не кажется ли вам, что получение высшего образования стало в некой степени фарсом? Знаете, нет, не кажется. Я могу привести просто несколько даже фактов из совсем недавно прошедшей вступительной кампании в университет. Например, на специальности русская филология, если не ошибаюсь, проходной балл на платной форме обучения составил 248 баллов. Белорусская филология 220 баллов. Это, к слову сказать, значительно выше, чем на некоторые специальности технического профиля, которые на протяжении последних лет доминировали в списке предпочтений абитуриентов. Поэтому говорить о фарсе с 248 баллами на платные формы обучения, там, где есть конкурсная ситуация, я бы так не стал. Ну, если мы уже затронули тему вступительной кампании, вообще, насколько было ребятам сложно поступить, мы уже поняли, учитывая вот тот балл, который требовался для поступления на бюджеты и на платное обучение, да, но удалось ли университету заполучить? Почему именно заполучить? Потому что, несмотря на качество образования за рубежом, ну, пускай он остается таким, какой он у них есть, да, многие университеты стараются заполучить к себе лучших учеников, спортсменов и так далее. Вот нашему Гродненскому университету удалось заполучить олимпиадников, медалистов, вот таких перспективных студентов? Вы знаете, вот я себе позволю не применять термин «заполучить», но, словно, конкуренцию в нашем глобализированном мире еще никто не отменял. И вполне естественно, что точно так же, как борьба за сферы влияния, борьба за энергиоресурсы, точно так же и борьба за один из главных ресурсов будущего человечества, это сам человек, тоже никто не отменял в сегодняшнем мире. Но все должно быть достаточно, на мой взгляд, гармонично, и результат любой приемной кампании – это результат имиджа университета, это результат слаженной работы всего коллектива, и то не на протяжении последних нескольких месяцев перед подачей документов, а на протяжении последних нескольких лет. Если университет представлен в медиапространстве, если университет имеет имиджевую составляющую, например, высокий импакт-фактор с точки зрения научных публикаций, к слову, могу сказать, без какого-то, скажем, самопиара, но в этом году университет занял среди всех 53 вузов Республики Беларусь, пятое место по значению индекса Хирша среди вузов на научном поприще, и то уступив, по-моему, только нескольким институтам Белгосуниверситета. То есть это говорит о многом. Это говорит о том, что есть научные школы, это говорит о том, что есть достаточно хорошая инфраструктура. Опять-таки, чтобы привлекать средства, для этого не только нужен студент, для этого нужна работа и в сфере дополнительного образования, что мы и пытаемся в последнее время небезуспешно делать. И тогда, конечно, к нам приедут, приедут из других областей ребята с хорошими баллами, например, выше 300, из тех мест, где есть свои профильные специальности, но они отдают предпочтение нашему университету. И один из вот таких вот, наверное, трех для меня лично значимых результатов этой приемной кампании было то, что к нам действительно приехали хорошие очень ребята с хорошим послужным списком портфолио, это и медалисты, это и те, кто имел выше 300 баллов по совокупности сертификатов, и они приехали из других областей, там, где могли поступить в свои вузы. Но они выбрали наш университет. И на вопрос, почему вы это сделали, вот очень было бы вообще интересно проанализировать, но из тех выпускников, абитуриентов, с которыми я общался, то, конечно же, это прежде всего имидж университета, это его реноме, не только на основе каких-то, скажем, официальных данных, это общение. Но вот имидж университета, он складывается на основе качества обучения? Одна из, соглашусь с вами, одна из очень серьезных составляющих, это качество обучения. Почему? Потому что выпускники люди, проводники имиджевой составляющей университета, и если они отвечают должным запросам работодателя, то вполне естественно, что начинает формироваться система, система, которая работает потом на университет. То есть этому вузу можно доверять, и точно так же, как некоторые сделки заключаются даже без наличия юридических документов, на основании просто вот репутации деловой, точно так же и это работает на пользу репутации вуза. На основе репутации вуза могут ли студенты, в дальнейшем выпускники, без проблем трудоустроиться? Вы знаете, говорить без проблем я бы не стал. Проблемы есть везде, и вообще, как сказал один из наших современников-философов, там, где есть реальность, там всегда есть проблемы. Там, где есть идеал, это мир Эйдоса, там проблем нет. Так вот, вопрос степень проблемности. Могу сказать за свой университет, что в этом году мы трудоустроили 100% всех наших магистрантов и практически 100% 99,4% выпускников первой ступени обучения, называемых бакалавров. Почему не 100%? Ну, потому что по законодательству есть возможности и вполне на законных основаниях не прибегать к именно распределению. Можно самому себе просто искать место. Ну, разное, совершенно верно. Это и семейные какие-то особенности по состоянию здоровья, то есть там есть своя ниша правовая. Поэтому, наверное, есть смысл говорить о том, что каждый желающий получил свое рабочее место. Если говорить в целом о системе образования, ну и, может быть, на примере вашего ВУЗа, насколько она требует каких-то реформ и требует ли? Может быть, на сегодняшний день у нас отлажен весь механизм, который приносит свои плоды и в который просто не нужно влазить лишний раз, он работает? Ну, знаете, вы затрагиваете очень глобальный вопрос, потому что нельзя, категорически нельзя воспринимать систему образования как некий такой механистический организм, механизм. Сегодня мы работаем на таком-то, скажем, топливе, завтра мы работаем на таком-то топливе, вот уж простите за такой каламбур, да? Но любая система образования, она имеет четкие уровни, и проектирование системы образования начинается с традиций, прежде всего. Начинается со взглядов на природу человека. И в науке известно огромное множество трудов наших выдающихся и психологов, педагогов, философов, которые говорят о том, что вообще ментальность восточной и западной цивилизации, она разная. В Китае, приведу пример, агглютинированный стиль письма, иероглиф, да, это некая целостность, завершенный образ. Иероглиф, начиная с цивилизации Древней Греции и в Индии, это атомистический взгляд на природу вещей. И, соответственно, мы имеем сегодня письмо, как совокупность кирпичиков, да? Да, собирательный такой образ. Собирательный образ. Отсюда и взгляды на систему образования, они различные просто-напросто. То, что понятно китайцу, то совершенно непонятно, например, представителю там романа германских, да, языков. Точно так же и в отношении дальше, скажем, строительства системы образования. Если мы сохраняем мощную культурную историческую традицию, если мы отвечаем на вопрос, кто есть человек, что есть его образование, мы его воспринимаем как чистый лист, который нужно обязательно заполнить чем-то извне. Вот, начиная с Аристотеля, такая точка зрения на Западе доминирует. Либо мы говорим, что человек — это семя неизвестного растения, тогда мы отдаем предпочтение внутреннему. Тогда задача образования — не передать как можно больше, и тогда не информационный подход доминирует, а доминирует как раз-таки создать условия, чтобы вырастить то, что заложено в самом человеке. Отсюда и понятие самореализации, то есть то, что отвечает твоему внутреннему миру. Примеров огромное множество. Сейчас на память приходит очень хорошее выражение, фраза одной ученицы, которая, десятиклассницы, которая не являлась лауреатом, призером международных олимпиад. Она участница одной из международных олимпиад по обществоведению, если не ошибаюсь. Вот она написала, что Сократ был прав, все ответы внутри нас. Вот если мы строим систему образования на том, чтобы дать раскрыться каждому человеку, не отрицая достижения человечества, а ведя с ними диалог, тогда, соответственно, мы строим несколько другую систему образования, которая учитывает человека. И тогда и вопрос, чему учить, и как учить, и критерии оценки, они будут несколько иначе. Но это методология, это философия. Может быть, чтобы читателям, зрителям нашим было более понятно, то могу сказать так, что мы должны быть понимаемы на Западе. Мы должны быть во взаимодействии с ведущими вузами стран вне нашей страны, вне Республики Беларусь. И, собственно говоря, примеры многих вузов показывают это, что можно иметь хорошие учебные контакты, научные контакты, участвовать для студентов в конференциях, в наших процессах академической мобильности. И при этом абсолютно выигрывает своя система образования, свой город, свой университет. Другое дело, что мы, будучи понимаемыми на внешней стороне, мы должны, конечно же, сохранить свои культурно-исторические особенности, иначе мы разрушим систему образования. Поэтому ответ на ваш вопрос, он очень простой. Никаких кардинальных, скажем, здесь потрясений в очень консервативной сфере образования быть не может. Потому что человек сам по себе существо, он консервативный. Но кардинальных может быть и не должно быть каких-то потрясений. Но тем не менее развивается мир и развивается человек наверняка. И каждое поколение уже по-другому выглядит изнутри. И какие-то нововведения, какие-то новации, они наверняка должны присутствовать в системе образования. Конечно, кто говорит, что их нету и в нашем университете, и в вузах нашей страны. Это прежде всего и, например, использование тех же самых современных методов обучения, использование информационных технологий в учебном процессе, в научном процессе. То есть сегодня, например, является доказанным факт, что по одиночке тот продукт, который создает человек один, вот наедине с проблемой, он уступает и по количеству, и по качеству совокупному продукту при работе в группе. По мере того, как по экспоненте у нас растет численность населения, и если вот, кстати, сегодня на встрече с первокурсниками об этом и говорил, что в 1900 году у нас было 1,6 миллиардов населения на Земле. В 2000 году это уже 6,1 миллиарда в 4 раза за 100 лет. В 2011 году, по данным Организации Объединенных Наций, уже порядка 7 миллиардов. К 2025 году 8 миллиардов. К 40-му году 9 миллиардов. Что это значит? Это значит, что появляется уникальная возможность для воспроизводства знаний. И наиболее крупные достижения, которые мы сегодня имеем, они были сделаны, по оценке, опять-таки, представителей науки за последние несколько десятков лет. Это говорит о том, что без интерактивности в обучении, без того, чтобы не дать возможность ученику раскрыть себя, прежде всего, ни о каком прогрессе говорить нельзя. Информация растет настолько лавинообразно, что просто-напросто человек рискует не просто в ней потеряться, он рискует совсем отгородиться от окружающего мира и получать информацию только через СМИ. А это, как известно, элемент манипуляции. То, что вам хорошо известно. Но я не буду вами манипулировать, единственный вопрос относительно того, что растет количество населения, растет земли, да? Растет ли количество студентов в Гродненском государственном университете? Вы знаете, на первой ступени оно снижается. Слава Богу, оно не снижается внутренними нашими какими-то механизмами, тем, например, что к нам не едут. Мы на протяжении последних лет более чем успешно справляемся с одной из стратегических задач, это приемной кампании. И результаты этой приемной кампании показали, что мы можем иметь конкурс на педагогических специальностях, на платные формы обучения. Дорогого стоит. Да, дорогого стоит. Обычно эти специальности пользуются меньшей популярностью. Совершенно верно. Но есть объективные внешние причины, то есть снижение демографических, вот, скажем, слоев населения, оно влияет на общее количество потенциальных поступающих в ВУЗы. И, ну, это циклические вещи, их просто нужно пережить, и каждому ВУЗу нужно иметь возможность обезопасить себя, и прежде всего финансово-экономически, чтобы не пострадали сотрудники, преподаватели, чтобы университет не просто где-то пережидал, а именно имел еще возможность развиваться. Но в любом кризисе есть такие возможности, главное их увидеть и реализовать. В любых минусах нужно искать плюсы. Не просто искать, а найдя их, превращать их в плюсы. А на Гродно-плюс у нас реклама. Мы вернемся в студию программы «Назревший разговор». Буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу «Назревший разговор». Напомню, что в гостях у нас сегодня ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Андрей Дмитриевич Король, доктор педагогических наук. И говорим мы сегодня о системе высшего образования. Андрей Дмитриевич, мы в начале программы уже говорили некоторые самые главные, может быть, актуальные вопросы сегодняшней вступительной кампании. Но, тем не менее, насколько она была серьезной? Какие профессии, какие специальности были самыми востребованными в этом году? Ну, вы знаете, здесь можно выделить, наверное, вот несколько таких тенденций в период этой кампании. Первое – это рост проходных баллов по ряду специальностей. В частности, глубоко уважаемая мной профессия журналистики по специальностям этого профиля проходной балл составил 369 баллов. То есть это очень высокий балл. Безусловно, в числе топовых специальностей были специальности экономического профиля. И, опять-таки, проходной балл на десятки был выше, чем в предыдущую приемную кампанию. Могу привести пример. Вот экономическое право, по-моему, в 2015 году 307 проходной балл, в этом году 330. Ряд специальностей, международное право, оно еще имеет большие проходные баллы. Я бы выделил традиционно также хороший очень спрос на наши IT-специальности, программное обеспечение информационных технологий, управление информационными ресурсами, некоторые специальности экономического профиля, переводческие специальности, лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций. Ну вот, пожалуй, такие, которые занимают традиционно высокие места в рейтинге предпочтений наших абитуриентов. Но еще раз повторю, вторая вот особенность, это то, что был достаточно хороший спрос на педагогические специальности именно у абитуриентов с высокими результатами. У вас есть опыт, с чем вы можете это связать? Ну, опять-таки, это работа системы, системы не только профориентационной работы университета по взаимодействию со школами нашей области и не только области. Это, скорее всего, общая система, скажем, развития университета, который не может сегодня в одиночку, без взаимодействия, без диалога, вот о котором мы говорили в самом начале, решать какие-то поставленные свои цели. Что я имею в виду? Должна быть всегда обратная связь. Вот точно так же, как в биологическом организме клетки и обратная связь является залогом устойчивости жизни вообще, точно так же и в социальном организме. Малая группа или большая группа людей все равно должна быть вот эта самая обратная связь. Мы в конце прошлого года вообще приняли новую стратегию развития ВУЗа на 5 лет. И наша миссия, вот некоторые относятся, скажем, к миссии, как к некоему такому вот архаизму, что, дескать, миссия – это так для полки, где все будет лежать до какого-то отчета. На самом деле, миссия, если подойти правильно к механизмам реализации стратегии, это тот отправной маяк, который задает тон ежедневной работе преподавателям, учебно-вспоменгательному персоналу для наших студентов. Так вот, наша миссия, она как раз-таки опирается на две вещи. Это выявить, раскрыть, реализовать потенциал студента и университета, а второе – в пространстве межкультурного диалога. Вот мы создали в рамках практико-ориентированного обучения систему координационных советов. Я не могу сказать, что удовлетворен полностью, как они на каждом факультете работают, но есть такие примеры, которые можно ставить как некий ориентир вообще для развития системы высшего образования в стране. Приведу, опять-таки, конкретный пример. Один из самых наших старейших заказчиков кадров в области юридических наук имеет координационный совет, который возглавляет на сегодняшний момент заместитель генерального прокурора области Слава Николаевна Рахман при, в общем-то, очень активном таком участии, я бы сказал, неравнодушном подходе со стороны Виктора Николаевича Морозова, прокурора области. Мы создали совет, привлекли туда всех основных заказчиков кадров не в качестве свадебных генералов, а в качестве именно тех, кто знает потребность своих кадров и может, скажем, повлиять на подготовку через процент учебных планов, программ, через курирование практикой, через работу в качестве председателя государственных экзаменационных комиссий. И получается, что если заказчик неравнодушен, он сам заинтересован в том, чтобы к нему пришел уже подготовленный специалист. Не брать по наитию, скажем, кота в мешке из Минска кого-то, кто, возможно, и не придется к профессии, ко двору, а проводить отбор, селекцию здесь на месте. Более того, проводить такую политику подготовки студента, чтобы именно он уже был студент будущий, ориентирован на работу, например, в Следственном комитете или в органах прокуратуры, или вообще в системе юстиции. И когда такая работа налажена, тогда открывается совершенно новое видение, как, скажем, сделать обучение студента видимым для будущего заказчика. К нам поступают разные студенты. Ну да, действительно, с первого курса не всегда удается рассмотреть, что из них вырастет. Совершенно верно. Есть более подготовленные ребята, есть менее подготовленные ребята. И очень важно, чтобы вот именно для каждого из них была своя траектория роста в университете. Чтобы, например, талантливый школьник, который имеет там 350-360 баллов, он не потерялся просто-напросто в студенческой группе, где все середнячки. Или наоборот, слабый студент, но, как правило, имеющий большую мотивацию учиться, чтобы он просто-напросто не потерял эту мотивацию, а она дорогого стоит. И вот как раз-таки на ближайший год мы выстраиваем такую систему, когда каждый студент у нас будет находиться в поле зрения. Благо для этого позволяют и технические средства. У нас очень большие традиции по информатизации учебного процесса. Каждый студент имеет свой виртуальный кабинет. Там размещаются и методические материалы, вопросы к зачетам, к экзаменам. И там же происходит интерактивное обучение, проводятся семинары, занятия, где студент может в любое время дня и ночи оставить свое сообщение, выступить рецензентом, оппонентом работы другого студента. Здесь как раз на уровне формы методов нам очень не хватает интерактива. Но это уже технология обучения. А вам не кажется, что порой такой интерактив, виртуальное образование, оно вот как раз-таки теряет эту грань живого общения с преподавателями, со студентами, с коллегами своими? И где-то в этом процессе обучения, может быть, что-то действительно потеряется, и качество немножечко ухудшится? Вы знаете, мы не ставим целью заместить дистанционное общение очным. Помощь, можно сказать. Совершенно верно. Это невозможно, это было бы преступно. Никто не отменял классиков, когда живой контакт, когда 80% невербальной информации, оно как раз-таки осуществляется в очном общении, чтобы его заместить там дистанционными формами. Но группа 20-25 человек, академическая группа. Это, предположим, студент, если мы говорим о инновационных технологиях обучения, которые ставят целью раскрыть и реализовать потенциал каждого студента, они ориентированы не на усвоение готовой информации, всеобщей для всех, ничейной как бы, да, а значит, лишенной смысла в пространстве вообще. Размышления какого-то должна идти. Да, важно, чтобы студент изучал объекты действительности в рамках каждой темы, каждого конкретного раздела по предметам, по дисциплинам. И тогда, если вот этот стакан с водой для Иванова будет иметь, например, по физике один ответ на задание, для Петрова будет другой, для Сидорова будет третий. Естественно, есть культурно-исторический некий аналог, да, достижения человечества в учебнике, в лекции преподавателя. Вот это и есть интерактив. То есть когда каждый может сравнить свое с чужим. И тогда знание, которое добыто самим студентом в процессе обучения, оно уже будет иметь гораздо более широкие и глубокие корни, нежели он просто прочитает информацию, которая очень часто не задерживается у студента. И если 25 студентов будут иметь свои результаты обучения, как они могут их в течение одного академического часа продемонстрировать? Это невозможно, это проблема времени, которая не решается в этой аудитории. Поэтому, как один из вариантов, это развитие, опять-таки, навыков введения диалога, умение задать вопрос, умение дать ответ, умение отстоять свою точку зрения, самопрезентовать себя. Я темой дистанционного обучения занимаюсь достаточно давно, и могу сказать, что очень многие дети, будь то школьники, будь то студенты, которые имеют возможность именно сделать что-то свое, а затем это как-то защитить и отстоять, они имеют гораздо более высокую мотивацию к обучению, чем те, которые получают все готовое. В конечном итоге записано в одной старинной книге, полученная от других непременно потеряется. Ну, возможно, так. А дистанционное обучение иностранных студентов, которые не приезжают к нам в Гродно и учатся на стационаре, а действительно остаются у себя на родине, но поступают к нам сюда. Такое возможно на сегодняшний момент? Знаете, возможно. Мы ведем определенную такую настойчивую, я бы сказал, политику в этом направлении. За этим действительно много будущего, но для этого нам нужно наработать определенный стартовый капитал с точки зрения обучения иностранных учащихся очно в университете. У нас ведется подготовка как раз-таки по нескольким специальностям на первой ступени и в магистратуре сугубо на английском языке. Я думаю, что критическая масса, она не за горами, когда вот результат качества подготовки позволят нам иметь и дистанционных наших участников. Разговор прервем буквально на несколько минут. Сразу же после рекламы мы вернемся в студию программы и продолжим нашу беседу. Вы смотрите программу «Назревший разговор» и мы продолжаем нашу беседу. До рекламы мы говорили немножечко о дистанционном обучении и как раз-таки об иностранных студентах. На сегодняшний момент, насколько велико количество иностранных студентов, которые желают обучаться в университете ИМИ Купалы? Порядка 700 студентов, но мы ожидаем, безусловно, увеличения этого количества в сентябре-октябре месяце, поскольку учебный год начинается позже. А вот в странах, с которыми мы имеем такие отношения учебного характера и хотим привлечь оттуда наших потенциальных студентов, поэтому пока 700, но это не конечная, конечно же, численность. Вот в этой численности иностранных студентов, что все-таки больше привлекает? Качество нашего обучения или сравнительно низкая стоимость обучения? Я думаю, что традиционное соотношение цена-качество и то, и другое. Могу, например, сказать, что если бы мы сделали просто какие-то бесплатные вещи с точки зрения маркетинговых ходов для иностранных учащихся, мы бы их потеряли, потому что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И когда есть хорошая репутация вуза, есть хорошее реноме преподавания по каким-то специальностям, то, естественно, что мы вправе себя оценивать адекватно и выглядеть очень достойно, тогда и уважение к нам будет обратное. Не обратное, а адекватное вот нашему. То есть будет обратно желание иметь с нами дело как с надежным партнером. Мы затронули тему стоимости обучения. Действительно, наверное, вопрос для многих родителей и их студентов очень важный и глобальный. Вообще, кто устанавливает цены на обучение? Ведь в разных вузах они разнятся. При том, что разные специальности стоят тоже совершенно по-разному. Знаете, стоимость обучения – это же не, скажем, манна небесная. Это не некая данность, которая сегодня приснилась, завтра нужно обязательно притворить в жизнь. В стоимость обучения входят затраты на, во-первых, материально-техническую базу, на ее оснащение, на ее развитие. Если это высокотехнологические профессии, которые требуют, опять-таки, использования дорогостоящего оборудования, это одна стоимость. Если это гуманитарные профессии, это другая стоимость. В зависимости от того, какие преподаватели ведут занятия. Если качество подготовки таково, что, предположим, у нас такого нету, но что ведут старшие преподаватели и доценты, ни одного профессора нету, это одна оплата труда и, соответственно, более низкая стоимость обучения. Если на кафедре, у нас есть такие кафедры, 100% остепененных людей, еще с хорошим опытом работы, естественно, это все входит в себестоимость подготовки специалиста. Плюс ко всему, не надо забывать, что мы, я говорю за свой университет, стоимость образовательной услуги не повышали. Мы проиндексировали те расходы, которые университет несет по вполне объективным внешним причинам. Например, на сентябрь месяц 2014 года затраты наши на коммунальные услуги выросли на 166%. Ну вот, по-моему, говорит цифра сама за себя. Соответственно, стоимость обучения тоже выросла. Повышение тарифной ставки первого разряда. С 2014 года университет не поднимал стоимость обучения. И естественно, что ВУЗ не может работать себе в убыток с отрицательной рентабельностью. Это даже речь не идет о зарабатывании денег. Никто такую задачу не ставит. А речь идет о том, чтобы иметь возможность для нивелирования тех расходов, которые мы несем вследствие того, что мы тоже пользуемся ее домом. Но опять же, развиваться нужно? Внедрять какие-то новые технологии? Но я еще раз подчеркну, что фактор заработной платы преподавателей не учитывался в этой индексации. То есть университет понимает, что есть определенные, безусловно, социальные обязательства. И социальное партнерство — это наш один из, скажем так, основополагающих приоритетов в развитии. Но, тем не менее, мы живем не в изолированном мире, мы живем в том мире, который, в общем-то, тоже диктует нам определенные свои правила. На Ваш взгляд, статус преподавателя, он на сегодняшний момент вот какой? Растет, увеличивается доверие к преподавателям? Увеличивается ли доверие вообще, может быть, даже к самой системе образования? Знаете, я думаю, что доверие к самой системе образования растет. В отношении статуса преподавателя очень трудноизмеримый параметр. Авторитет преподавателя для тех студентов, которые учатся в университете, высокий. Для потенциальных абитуриентов, я думаю, он тоже высокий. Для тех людей, которые, может быть, далеки вообще от вуза и, скажем, имеют очень такое поверхностное мнение. Ну, просто знают, есть у нас один вуз, второй, третий, да, там уже это студенты. Да, да, и не более того. И переподают преподаватели. Я думаю, что здесь он может быть в зависимости от воспитания. Если в семье кто-то есть из учителей, врачей, юристов, то есть представителей гуманитарной профессии, классический такой вот, да, костяк интеллигенции, то, конечно же, даже и по одоле от вуза имидж будет высокий. Если нет, я не берусь здесь говорить, каждый судит, исходя из своих приоритетов и целей. Да. Сегодня я знаю, что университет заключил более 130 двусторонних договоров о международном сотрудничестве. А с белорусскими вузами сотрудничаете или все-таки тянет ближе к зарубежью? Нет, а как же? Более того, мы даже в этом году показали определенный механизм, как можно на основе сетевого взаимодействия готовить совместно специалистов с одним из вузов. По специальности как раз-таки экономическое право. Например, есть недостаток специалистов в вузе, объективный недостаток, потому что это не свойственная, скажем так, основная, да, традиция подготовки специалистов, какой-то ярко выраженный профиль. А у нас есть избыток этих специалистов. Мы можем, и мы продумали этот механизм посеместровый, как мы можем обучать совместно студентов другого вуза, наших студентов, силами, конечно, преимущественно наших преподавателей. От этого вырастет заработная плата наших преподавателей. Это очень хороший инструмент для молодежных, скажем, каких-то инициатив, потому что студенты познакомятся друг с другом. У них будет возможность оценить качество преподавания в нашем университете с качеством преподавания в их университете. Наши преподаватели совсем будут иметь другую мотивацию, зная, что их оценивают. И вообще вот эта вот система оценки, она очень действенная. Стимулирует наверняка. Например, для меня как руководителя, преподаватель глазами студента, это один из тех значимых ориентиров, наряду с рейтингом преподавателя, который имеет в том числе и какие-то организационные решения. При продлении контракта, например. Если студенты на протяжении длительного времени оценивают преподавателя гораздо ниже, чем его коллег по кафедре, конечно, надо разобраться, почему это происходит. Конечно, надо поговорить с самим преподавателем, поговорить со студентами. Но если мы видим, что система не меняется, тогда мы принимаем несколько иные решения. Несколько иные решения были приняты и в прошлом году. Я знаю, что с этого года немного изменились сроки обучения в университете. Ну, это общая тенденция, тенденция уменьшения сроков обучения, которая затронула и система образования нашей страны. Действительно, вот в этом году мы, например, будем иметь двойной выпуск. И это определенный стресс для даже такого большого университета, как наш. Это определенный стресс будет для рынка труда? Если вы говорите о том, что 100% магистратуры вы трудоустроили, практически 100% всех студентов тоже трудоустроены, в этом году их будет 200%. Ну, здесь непростая такая арифметика. Дело в том, что, к счастью, у нас в Республике Беларусь, я почему сознательно говорю «к счастью», даже по сравнению с тем, что есть в Российской Федерации, у нас есть четкое планирование. То есть цифры набора на бюджетные места, они определяются реальной потребностью в экономике. И такого, что вот вдруг ректору или министру, предположим, взбрело в голову взять, давай-ка мы в полтора раза увеличим численность подготовки, там, предположим, я не знаю, по специальности транспортная логистика. А дальше нас не касается. Такого, конечно же, нет. Что будет через пять лет? Такого, конечно же, нет. То есть вот эти все моменты, скажем, сдвига в сторону увеличения, уменьшения выпуска, они все изначально учтены в цифрах приема. Поэтому говорить о стрессе как раз-таки для реального сектора экономики не приходится в той степени, как это стресс для учебного заведения, поскольку это нагрузка, и нагрузка радикальная. И когда она вот так вот имеет форму синусоиды, то, безусловно, университет должен иметь какие-то свои, выражаясь медицинским уже языком, компенсаторные способности, чтобы предотвратить, например, уменьшение нагрузки для преподавателей, то есть уменьшение их заработной платы. Значит, мы должны развивать сферу дополнительного образования. Естественно, если это заранее не прогнозировать, ты можешь оказаться перед рубежом, когда уже ничего изменить нельзя. Поэтому мы заблаговременно заранее предвидели вот такие вот колебания численности наших выпускников и, естественно, что начали своевременно развивать способность оказания услуг населению в сфере дополнительного образования. Когда профессор занимается тем, чем ему надлежит заниматься, получает за это хорошие дивиденды, растет имидж университета, довольны те люди, которые обращаются за помощью. Качество, кстати, у нас одно из... Я не на слова говорю, потому что я должен как-то университет свой хвалить. А это на самом деле очень такой серьезный критерий. И если мы видим, что мы не можем обеспечить качество какой-либо услуги, например, психологического консультирования, мы не идем на это. Ну, Коля, все равно говорим о неком планировании. Вот последний вопрос завершающий. На ваш взгляд, что будет с ВУЗом через пять лет? Каким вы его видите? Вы знаете, я отвечу очень просто. Вот сегодня, когда напутствовали наших первокурсников и посвящали их студенты фактически, я привел пример того вопроса, который был и мне задан. Я не думаю, что это какая-то редкость. Когда мы обсуждали вообще стратегию развития ВУЗа на пять лет. Вот каким мы видим университет? Что такое стратегия? Стратегия — это не просто миссия, не просто видение, это стратегические цели. Мы поставили достаточно амбициозные, но выполнимые цели. Например, войти в число ведущих ВУЗов Республики Беларусь по критериям Министерства образования. Например, войти в тройку ВУЗов среди Республики Беларусь в одном из значимых мировых рейтингов. Создать учебно-научно-производственный кластер. Это, кстати, продвинулись здесь больше всего. Мы за это время, за полтора года, фактически уже три имеем таких кластерных образования. И в сфере масс-медиа, инновационный медийный кластер, который уже дает, опять-таки, свои реалистичные результаты в виде увеличения индекса цитирования сайтов, газет, наших районных СМИ. Это дает дивиденды и самому университету. Мы готовы и уже обсуждаем вплотную механизмы взаимодействия университета и филиала парка высоких технологий. И, безусловно, наш уже давнешний очень партнер — это управление образования облсполкома. Вот на совсем недавно прошедшем августовском совещании работников в сфере педобразования мы имеем образовательный кластер. Так вот, если мы не будем развивать вот эту кластерность, то, опять-таки, мы будем отсекать те корни, которыми университет вырастает в регион. Значит, мы недополучим, опять-таки, свои дивиденды в виде новых абитуриентов, в виде инвестиций и государства, и негосударства в подготовку специалистов. На результат надо работать, и работать не за последний день и не за последний месяц — это длительный достаточно путь. Так вот, когда мы создаем такую стратегию, естественно, возникает вопрос, каким мы видим университет. И я сегодня первокурсником, и вчера и сегодня привел пример, что для меня лично, многие коллеги разделяют эту точку зрения, за всех я говорить не буду, но для меня лично это тот университет, когда его выпускник скажет будущему первокурснику, что я хочу учиться опять в этом университете. Потому что для меня прежде всего важно, что я могу себя реализовать. Могу реализовать в науке, могу реализовать в учебе, могу реализовать себя в сфере творчества, могу себя реализовать как будущий, не знаю, там, руководящий работник. То есть это не отрицает стандартные имиджевые вещи профессура, оборудование, лаборатории, слава богу, это есть у нас. А это прежде всего еще внимание к каждому студенту. Вот не хотелось бы здесь как-то пафосных слов говорить, но на самом деле мы идем к тому, чтобы у нас студент был в сфере внимания. Спасибо огромное за беседу. Наверное, хотелось бы пожелать реализации всех задуманных планов, решения всех поставленных задач и успешного учебного года. Спасибо большое. Спасибо. На этом время наша программа подошла к концу. Спасибо, что провели его с нами. Далее на телеканале Гродно Плюс вас ждут новости. Я же прощаюсь и желаю всем хорошего вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok